Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Ура! Каникулы! Организация летнего отдыха детей на курорте – одна из первоочередных задач городской администрации. Операция «Курорт». С сегодняшнего дня введено усиленное патрулирование дорог в Анапе. Росыпь юных талантов. Детсадовские коллективы представили творческие номера на фестивале «Музыкальная палитра». Главная тема на сегодня – ликвидация последствий подтопления некоторых районов и городов Кубани, вызванного ливневыми дождями. Вчера в крае местами выпало от 150 до 300 процентов месячной нормы осадков. Готовность всех служб к прохождению нового фронтопаводков обсуждали сегодня на заседании в режиме видеоселектора, который провел вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко. О том, как готовятся в Анапе к возможным чрезвычайным ситуациям и с какими трудностями уже пришлось столкнуться, рассказал начальник городского управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Та паводковая ситуация, которая прошла на большей территории Краснодарского края, она частично зацепила и Анапский район. 24 и 28 мая были зарегистрированы так называемые ливневые паводки на территории двух административных сельских округов – это Первомайского и Джигинского сельских округов. 24 числа за промежуток менее чем за час выпало 25 мм осадков при месячной норме 30 мм. 28 за 3-4 часа выпало 24 мм осадков. Таким образом получилось, что 2-месячную норму выпало за 4 дня. Следует отметить, что вследствие этих осадков мы не допустили ни одного подтопления именно домовладений. Разливы наблюдались, но домовладения не подтоплены. В целях предотвращения паводковой ситуации в городе была разработана специальная программа, согласно которой проведен комплекс мероприятий по очистке ливневок и истоковых каналов. Эта программа предусматривает систематическую расчистку ливнево-отводной системы и расчистку водотоков. На сегодняшний день по району самая сложная у нас ситуация остается Уташи и Суко. В Суко расчистка водотоков проведена. По Уташам заканчивается сегодня конкурс. В течение 3-5 дней будет определена компания, которая будет расчищать водоток по Уташам. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вы можете позвонить по указанным на экране номерам телефонов оперативному дежурному ЕДДС и дежурному управлению гражданской обороны и защиты населения администрации города-курорта Анапа. И к другим новостям. На детский оздоровительный отдых в этом году выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Несмотря на сложности в экономике, это больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне на селекторном совещании с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В этом году на Кубани будут работать более полутора тысяч детских санаториев и лагерей. При этом предложат не только традиционный отдых на морском побережье, но и в предгорных районах. Появятся новые не просто туристические, а образовательные маршруты. Анапа же готова принять почти 22,5 тысячи детей. Все для этого готово. Вчера начали работу дворовые досуговые площадки. ТОСы совместно с администрацией и депутатами устроили праздник для ребят. Мероприятия были посвящены Международному дню защиты детей. Конкурсы, развлекательная и концертная программа, ну и, конечно, раздача сладких подарков. Всего в этот день приняли участие в мероприятиях почти тысячи детей. Такие центры, которые организованы на основе многофункциональных спортивных дворовых площадок, будут работать все лето. Управление спорта обеспечит каждую из них инструктором, а управление молодежной политики выделит вожатого, который будет заниматься с детьми. И в продолжение темы детского отдыха. В Анапу из Свердловской области отправился первый в этом сезоне поезд здоровья. Всего в рамках этого проекта в санаториях курорта этим летом отдохнут более полутора тысяч юных уральцев. Проект «Поезд здоровья» курирует среднеуральские власти. Как сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия», в первом составе к Анапскому морю и солнцу едут около 500 детей из 31 муниципалитета, в том числе с самых северных территорий области и в деле Североуральска, Карпинска, Волчанска и Серова. В администрации нашего города-курорта тщательно готовятся к встрече таких поездов, концентрируя информацию, чтобы можно было координировать действия всех специальных служб, обеспечивающих безопасность самых маленьких гостей Анапы. С сегодняшнего дня введено усиленное патрулирование дорог в Анапе. Жители и гости курорта уже обратили внимание на то, что в городе практически на всех основных перекрестках дежурят сотрудники рота ДПС и ГИБДД. Проходит массовая проверка мото- и автотранспорта. Как рассказал нашей телерадиокомпании начальник ГИБДД Анапы Владимир Дышко, в Анапе началась специальная операция «Курорт». С 1 июня по 31 сентября начался основной этап операции «Курорт-2016». К нам прибыли преданные силы со всех районов нашего Краснодарского края. Сотрудники после инструктажей выезжают работать на линию. К в отделу ГИБДД прибыло 10 сотрудников, это 5 экипажей. И такое же количество прибыло в отдельную роту ДПС в управлении ГИБДД по краю. Со 2 июня сотрудниками отдела ГИБДД по городу Анапы также будет проводиться профилактическое мероприятие «Должник». В отношении граждан, у которых выявлена просрочка по оплате штрафов, будет составлен административный материал по части 1 статьи 20.25 КАПРФ. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 507-26. В Анапе выбирает лучшего по профессии среди горничных, администраторов отелей, ресторанов, барменов, официантов. Всех тех, от кого зависит комфорт отдыхающих. Представители администрации говорят о них как о лице города-курорта. Стоит задача повышать квалификацию персонала, чтобы туристы увозили с собой положительное впечатление о сервисе и захотели вернуться в гостеприимный город в следующем году. «Служба горничной. Горничная Альбина. Доброе утро. Можно войти?» Все как на работе. Сначала постучаться. Не открывают долго. Приходится обозначать свое присутствие еще раз. Коллеги гадают. Может, так все и задумано. Конкурсная комиссия хочет посмотреть, как участница будет выходить из положения. В номере необходимо выполнить стандартные действия. Открыть окно, убрать мусор. Наталья Бенгард ожидает своей очереди. Сосредотачивается, мысленно прокручивая все действия. Решила проверить, насколько я знаю, насколько могу, чем я могу помочь гостям, как говорится. Проверить свои способности, чтобы другие оценили мои способности. Все надо качественно, быстро делать. Если обыкновенный стандартный номер, то 15-20 минут. Это текущая уборка. А текущая уборка после выезда гостя – 20-30 минут. В зале два десятка барменов, горничных администраторов. По словам куратора городских курортов Дмитрия Ерохина, те, кто работает в индустрии гостеприимства, представляют собой лицо Анапы. А это сегодня не менее важная составляющая, чем море и климат. Индустрия гостеприимства формирует именно вот эти люди, которые сегодня участвуют в этом конкурсе. Именно они несут то тепло, ту радость, которую получают наши отдыхающие. Мы уверены, что именно проводя этот конкурс уже второй год подряд, мы говорим о том, что мы лучше, но все равно нам есть над чем работать и куда стремиться. По сути, на конкурсе представлена целая производственная цепочка. Перед тем, как жюри сделает вывод о работе горничных, свое слово должен сказать администратор отеля, и за это он получит свои оценки. Также работу официантов оценивает администратор ресторанов. За основу приняты мировые стандарты. Все должно быть безупречно, при том, что много тонкостей, смысл которых понимает только специалист. Объявление прямо на отеле, на базе которого проходит конкурс. Учитывая, что стоит задача постоянно повышать общий уровень сервиса, будут расти и требования к классу специалистов, работа которых остается за кадром отпускных фотографий. Руководство гостиницы подчеркивает, что сегодня встретились не конкуренты, а именно коллеги. Это второй тур, баллы за него суммируются уже полученными. Сегодня же на площадке колледжа сферы услуг соревновались повара. Окончательные итоги всех конкурсов подведут 11 июня, в официальный день открытия курортного сезона. В День защиты детей многие ребята смогли продемонстрировать свои таланты, в том числе и самые юные жители нашего города. В фестивале детсадовских коллективов «Музыкальная палитра», который прошел вчера в городском театре, приняли участие несколько десятков мальчиков и девочек. Многие из них вышли на большую сцену театра впервые. Яркие художественные номера, подготовленные специально к этому дню, покорили многочисленных зрителей и подарили маленьким артистам уверенность в себе. Фестиваль проходил в нашем городе уже в 17-й раз, и с каждым годом творческие выступления воспитанников детских садов вызывают все больше восхищения и восторга. Качество дошкольного образования в дошкольных учреждениях от года к году растет. Вы знаете, что мы начали внедрять федеральный государственный стандарт, и в рамках этого федерального государственного стандарта стоят задачи перед дошкольными учреждениями не только развивать познавательные способности, исследовательскую деятельность, но и развивать творческие способности наших воспитанников. И, как вы видите, успешно с этим дошкольные учреждения, она посправляется. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.